Весна 2023 года. По всей Франции погромы, горящие машины, полиция применяет слезоточивый газ, протестующий жгут чучела президента Макрона. В Германии крупнейшая за 30 лет забастовка. Не работают аэропорты. Встали поезда и общественный транспорт. Немцы скандируют канцлеру Шольцу «Проваливай лжец». Экономика Старого Света сполна ощутила последствия антироссийских санкций. Двузначная инфляция, безработица. Эммануэлю Макрону доверяет лишь 28% французов. Олафу Шольцу 33% немцев. Согласно опросам, трое из пяти британцев считают, что премьер Британии Риши Сунок не способен решить проблемы страны. Конец Европы? Я это называю самоуничтожение Европы. Мы понимаем, что Европа не может и что странно даже не хочет преследовать собственные интересы. Но почему лидеры государств Старого Света утратили самостоятельность? Правда ли, что они всего лишь статисты, а большую игру их руками ведут американские элиты? Наши расследования, эксклюзивные интервью с европейскими политиками, уникальные документы и доказательства, собранные независимым британским журналистом, который уже поплатился за них карьерой, покажут, что США взращивали и расставляли своих людей на ключевые посты в Европе последние 30 лет. Январь 2023 года. Давос. Всемирный экономический форум. Регулярно здесь собираются самые влиятельные и богатые люди планеты. И хотя из первых лиц государств, кроме Олафа, Шольца, в этом году никто не приехал, руководителей корпораций рекордное количество. Блэк Рок, Дж.П. Морган, Голдман Сакс, Бэнк оф не Америка, Дотч Банк и там же главы ФБР, разведки США, британской Ми-6. Что они обсуждали с представителями мирового капитала, с теми, кто определяет экономическую, зачастую политическую стратегию развития мира? И есть ли подтверждение утекшей прессу информации, что на самом деле все решается в кулуарах швейцарского клуба? И именно там. За кулисами выбирают тех, кому завтра предстоит стать лидерами мировой политики. Я нашел доказательства. Смотрите прямо сейчас. Покупай, шантажируй, управляй. Какие банковские кланы и финансовые корпорации стоят за европейскими элитами? Почему интерес к школе молодых глобальных лидеров может стоить и репутации, и карьеры? И что за методы используют, чтобы посадить на крючок лидеров стран Европы? Субтитры создавал DimaTorzok 1971 год. Первый экономический форум в Давосе. Цель была заявлена благородная. Собрать вместе политиков и бизнесменов со всего мира для обсуждения актуальных проблем. Но актуальных для кого? Что на самом деле может интересовать участников элитного клуба, только заявка на членство, в котором стоит 150 тысяч долларов? Не думаю, что Всемирный экономический форум преследует цель улучшить жизнь обычных людей. Это лишь предлог для того, чтобы очень богатые и очень влиятельные лица смогли собраться для решения своих вопросов. Так что же на самом деле происходит за фасадом пленарных заседаний, семинаров и круглых столов? И почему со временем официальные мероприятия форума стали уходить на второй план, уступая место шикарным банкетам и приемам? Только ли вопросы бизнеса решаются за закрытыми дверями роскошных отелей Давоса? Главная функция Давосского форума – это кадровая функция. Почти в каждой стране у хозяев денег есть своя резидентура. У резидентуры есть большая агентурная сеть. Эта агентурная сеть, она призвана в том числе выискивать кандидатов на то, чтобы они могли получить некое посвящение и освещение в Давосском форуме. Придумал и организовал формат ежегодных собраний мировой экономической и политической элиты в Давосе больше, чем полвека назад швейцарский экономист Клаус Шваб. Независимый журналист из Уэльса Джонни Ветмар решил разобраться, кто такой Клаус Шваб. Бессменный руководитель самого престижного и влиятельного экономического форума, изучив сотни документов и свидетельств, британский репортер пришел к сенсационному выводу. Все ниточки ведут в США, в Гарвардский университет. За это расследование он уже подвергся преследованию и стал персоной Нонграта в Америке. Но с нами Ветмар согласился поделиться результатами. Он впервые выступает на российском телевидении. У меня в руках результаты расследования, которое провел давшее мне эксклюзивное интервью независимый журналист из Уэльса Джонни Ветмар. Он задался вопросом, как и никому неизвестный 33-летний экономист Шваб смог собрать на первую встречу в Давосе в 1971 году 400 с лишним руководителей из 31 страны. Результаты расследования многое объясняют. Все началось в 60-е годы, пишет Ветмар, когда студент Гарварда Шваб знакомится с профессором университета, а позже ветераном американской публичной и непубличной политики Генри Киссинджером. Вот что утверждает Джонни Ветмар. Все доказательства указывают на то, что Клаус Шваб был завербован Киссинджером через финансируемую ЦРУ программу в Гарвардском университете. На этом семинаре Шваб познакомился с чрезвычайно влиятельными американскими политиками, которые помогли ему создать самый мощный Европейский институт государственной политики – Всемирный экономический форум в Давосе. Можно ли сделать вывод, что к созданию Давосского форума приложила руку и ЦРУ? Тогда получается, что американские элиты намеренно создали в сердце Европы политический вербовочный центр. Разберемся. После этой судьбоносной встречи в Гарварде с Генри Киссинджером, Шваб вернулся в Швейцарию и сразу взялся за организацию форума в Давосе. Но вернулся Шваб не один. К нему были представлены двое важных людей в США. Это был Герман Канн, директор одного из главных мозговых центров американской внешней политики, Гудзоновского института, и Джон Кеннет Гелбрейт, учитель Джона Кеннеди и важный человек в американской военной машине. За Клаусом Швабом определенно точно стоит целый ряд институтов. Два основных, которые сопутствовали его продвижению, это ЦРУ и Совет по международным отношениям. Но зачем американским элитам был нужен форум в сердце Европы, и какие глобальные планы они строили, проталкивая тщательно отсортированных протеже в стан избранных? Они знали, что им нужен человек в Европе, который создаст следующее поколение, готовое вести войну против Советского Союза. Потому что если на вас стоит штамп Давоса, то все вокруг понимают, что вы свой человек. Давос – это прогулочная яхта. Все мировые лидеры и бизнес-руководители участвуют в этом и попадают на яхту. Сойти с нее они не могут, потому что это будет означать конец их карьеры, а иногда даже жизни. Женева, Швейцария – штаб-квартира школы глобальных лидеров. Ее тоже создал ШВАП. И она стала логичным продолжением этой стратегии по взращиванию всем обязанных Америки элит Старого Света. С 1992 года из ее стен вышли больше тысячи правильно воспитанных выпускников. Весь смысл заключается в продвижении людей, которые потом сделают грязную работу. Таких людей можно встретить только через личные знакомства. Они приходят к власти при поддержке Всемирного экономического форума и таких программ, как «Молодые глобальные лидеры», которые помогают им продвинуться. Я решил покопаться и выяснить, что же это за школа молодых глобальных лидеров, которую открыл тот же человек, что создал Всемирный экономический форум в Давосе. Нашел список ее выпускников. Он впечатляет. Президент Франции Эммануэль Макрон, экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин. Школу Шваба закончили премьер-канады Джастин Трюдо и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Через первый набор в 1992 году прошли Ангела Меркель, Николай Саркази и Тони Блэр. Мне стало интересно, чему же эдакому можно научить за несколько недель в году, что длятся занятия. Что же это за учебные заведения, карьера студентов которого сразу идет в гору? И правда ли, что за неправильное поведение можно лишиться статуса выпускника даже после окончания школы? Кто привел в Елисейский дворец Эммануэля Макрона? Как выходцу из семьи индийских иммигрантов Риши Сунаку удалось стать премьером Великобритании? И чем приходится платить за скоростной подъем по политической карьерной лестнице? Ответы прямо сейчас. Все кандидаты проходят строгий отбор. Главные требования – молодость и успешность. При отборе акцент не на креативность, а на исполнительность. Желание подняться по карьерной лестнице. Ну, на самом деле, это учеба, это громко сказано. Фактически это означает, что, ребята, вы прошли процедуру посвящения. Вы получаете от нас соответствующие знаки, которые говорят, что вы наши. Отныне вы наши и будете служить нам. Так что все они прошли эту процедуру инициации. Понимаете, это уже посвящение. После инициации начинается самое интересное. Выпускнику открывается доступ к сети контактов Клауса Шваба. А она впечатляет. В попечительский совет того же форума в Давосе входит президент Европейского Центробанка Кристин Лагард, генеральный директор крупнейшего в мире финансового холдинга BlackRock Ларри Финк, управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Геворгиева. Кстати, были случаи, когда человека за непослушание отлучали от системы и лишали статуса выпускника. Если вдруг он продемонстрирует самостоятельность или, так сказать, как-то вильнет неправильно, если ты ведешь себя не так, ты выпадаешь из этой схемы полностью совершенно. Все. Тебе ставят печать маргинал, лузер, сторонник конспирологии. И все. Помимо школы глобальных молодых лидеров и форумов Давосе, в Европе действуют десятки НКУ, фонды, предоставляющие молодым политикам возможность бесплатно отправиться в Штаты по многочисленным грантовым программам. Но мы выяснили, что все начинается намного раньше, еще в средней школе. Депутат Бундестага и полковник запаса с 22-летним профессиональным стажем в Люфтваффе Геральт Оттон и сам в 80-м году проходил летную подготовку в США. Но со временем понял, что Америка превращает его в своего рода спящего агента, и не его одного. Геральт Оттон признался, что интервью нам может дорого ему стоить. Он никогда не давал комментарии российским журналистам. Немецкий Бундестаг и Американский Конгресс запустили партнерскую программу, в рамках которой от каждого избирательного округа из Германии в США на год по обмену отправляют одного школьника. Некоторые такие стипендии предлагают партии или молодежные организации. И в итоге эти люди оказываются тесно связаны с США. Они благожелательно настроены к Америке, говорят по-английски. Благодаря им США им могут воздействовать на экономику или политику. У форума в Давусе есть старший и еще более закрытый брат – Бильдербергский клуб. В 1954 году США, чтобы противостоять СССР, создали помимо НАТО еще и тайный политический союз. Среди первых учредителей – барон Эдмунд Ротшильд и Лоуренс Рокфеллер. Считается, что на собрании Бильдербергского клуба в свое время избрали Билла Клинтона. Он принял участие в заседании в 1991 году, а уже в 1992-м стал самым молодым президентом Америки. Швейцарский журналист Манфред Петричи утверждает, что в 2014 году видел на встрече Бильдербергского клуба в Копенгагене Эммануэля Макрона. На Бильдербергском клубе, конечно, отсматривают потенциальных лидеров. Смотрите, никому неизвестный Макрон вообще за два года вышел в президенты. То есть сейчас коммуникативная система информационная, она позволяет из ничего сделать. 2008 год. 30-летний Эммануэль Макрон устраивается на работу в Парижский банк Ротшильдов. Через два года становится управляющим партнером, заработав для банка свыше трех миллионов евро. Еще через пару лет. Макрон уже заместитель генерального секретаря Елисейского дворца при президенте Франции Франсуа Аланди. А в 2017-м президент Пятой Республики. Беспрецедентная скорость для карьерного роста. Жак Ширак и Франсуа Миттеран, например, оказались в Елисейском дворце только с третьей попытки, после десятилетий политической борьбы. 39-летний Макрон, лишь за год до этого создавший политическую партию, побеждает на выборах с первого раза, обойдя опытного лидера национального фронта Марин Ле Пен. Одним из предвыборных обещаний Макрона было восстановление промышленности Франции. Однако после прихода к власти бывший банкир снизил налог на богатство и бизнес, вел сбор за пользование топливом, что вызвало многотысячные акции протеста желтых жилетов. Его пенсионная реформа вывела на улицы еще больше французов. Макрона, как и многих других руководителей, готовили к карьере с довольно юных лет. Им обычно дают должности во властных банковских структурах, пример тому, банк Ротшильдов. Вследствие этого у них в резюме появляется небольшая пометка – печать одобрения. Это значит, что в будущем они будут находиться под своего рода покровительством, и Макрон не будет менять свой политический курс ни для кого, кроме финансистов. Этот стремительный взлет на политический олимп Пятой Республики не смог остановить даже всплывший накануне второго тура компромат. Джулиан Ассанж обнародовал 9 гигабайтов информации о преступных финансовых связях Макрона с Джейкобом Ротшильдом и контактах с ЦРУ, которая после публикации бесследно исчезла со всех интернет-страниц. Мы регулярно видим, как заключаются такие дьявольские союзы представителей капитала и политики. Во многих странах Запада происходит переплетение между капиталом и политикой. У капитала в идеале должен быть кто-то, кого можно либо напрямую купить, либо каким-то косвенным образом поставить в зависимость, предлагая его родственникам хорошие должности и иные преимущества. Как в случае с Эммануэлем Макроном в судьбе Риши Сунака, мировой капитал тоже оставил свой след. В США выходец из семьи индийских иммигрантов устроился на работу в Нью-Йоркский офис крупнейшего в мире инвестиционного банка «Голдман Сакс». Из этой кузницы политической элиты вышли бывший глава правительства Италии Марио Драги, экс-премьер Греции Лукас Пападемос. Как и Макрон, Риши Сунак сделал блестящую карьеру финансиста, за пару лет пройдя путь от аналитика трансатлантической корпорации до управляющего собственным инвестфондом. В «Голдман Сакс» тоже просто так не засуну. Так вот, поскольку финансы очень важная штука, и пока деньги не отменили, они будут играть очень большую роль в ближайшие 20 лет, по крайней мере. Очень важно, чтобы, поскольку все крутится вокруг финансов, очень важно, чтобы будущий лидер, он прошел финансовую школу. С женой Риши Сунаку тоже повезло. В США он встретил наследницу индийского магната Акшату Мурти. Вместе с рукой и сердцем супруги Сунак получил доступ к деньгам и связям тестя. А Райана Мурти называют отцом индийской IT-индустрии. Тесть Сунака еще и официальный партнер Всемирного экономического форума в Давосе. Выходец из Голдман-Сакс всего за 4 года прошел путь от парламентского помощника министра жилищно-коммунального хозяйства до резиденции на Даунинг-стрит. Показал себя, знаете, как мне сказал один человек, он показал, что он, есть такое хорошее слово английское, smart, смышленый. Вот важно, чтобы человек был smart, чтобы он был смышленый, чтобы он понимал, что 2х2,4, и что если 2х2,5, тебе голову оторвут. Что же Сунак сделал для британцев на посту премьера? Повысил налоги, причем так, чтобы это не коснулось тех, кто получает доходы из-за рубежа, как его жена. Принял участие в климатической конференции, опубликовал статью под названием «Пять способов ослабить влияние Владимира Путина на мировую экономику» и побывал в Киеве с первым официальным визитом за рубеж, где пообещал новый пакет помощи. Стоит ли удивляться, что британцы ропщут, и рейтинг Сунака стремительно падает? Риши Сунак не настоящий лидер. У него нет никакой народной поддержки. Очевидно, что он кандидат банкиров. Его протолкнули на должность, чтобы положить начало новой эпохе банковского дела. Для того, чтобы этого добиться, Голдман Сакс нужен был свой человек. Понимаете, это как мафия. То же самое с банками. Однажды вступив в Голдман Сакс, ты уже не сможешь оттуда выбраться. Как и у Эммануэля Макрона, в жизни будущего британского премьера были и правильные университеты. Параллельно с работой в Голдман Сакс, Риши Сунак прошел обучение в высшей школе бизнеса, в одном из самых престижных вузов США, Стэнфордском университете. И учился он по программе Фулбрайта. Спонсирует эту программу для иностранных студентов Госдеп и Конгресс США. Вот и получается, что два европейских лидера по обе стороны Ла-Манша похожи так же, как и их сшитые на заказ костюмы. Влиятельное американское издание «Политика» поразилось, насколько похожи француз Эммануэль Макрон и британец Риши Сунак. У них общий идеологический стиль, карьеры как под копирку. Оба выходцы из финансовых корпораций. Макрон трудился в банке Ротшильдов, Сунак в банке Голдман Сакс. Оба обзавелись там обширными нужными знакомствами. Оба новички в политике. Оба стартовали с должности министра финансов. Даже лозунги их предвыборных кампаний перекликаются. И, наконец, оба стали самыми молодыми главами послевоенной истории своих стран. Журалисты еще обратили внимание на то, что они даже выглядят одинаково. И для наглядности публикуют вот такие фотографии. Можно, конечно, сказать, что это просто дань моде. Но мне кажется, дело не в этом. А в пресс-формах на заводе, выпускающем правильных европейских лидеров. И в стандартах конвейера, на котором их отливают политтехнологи. А что же канцлер Германии Олаф Шольц? Может, он исключение из общего правила? На первый взгляд, да. В американских университетах не учился. На стажировке по грантовым программам не ездил. Да и в банке никогда не работал. В политику Шольц пришел еще в студенческие годы и медленно. Упорно поднимался по партийной карьерной лестнице. В 2011-м стал бургомистром Гамбурга, где находится штаб-квартира банка семьи Варбург, которая может помериться богатством с теми же Ротшильдами и Рокфеллерами. Когда Шольц был главой города, налоговая служба обнаружила, что в Варбурге не заплатили в бюджет Гамбурга налоги на миллионы евро. Позже прессе стало известно, что Шольц лично встречался с акционерами банка. После чего с Варбургов были сняты требования о возврате налогов. Совпадение? Нам удалось узнать подробности громкого дела, в котором оказался замешан канцлер. У депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта. Шмидт признался, что сильно удивлен необычному поведению журналистов, которые как по команде сначала набросились на Шольца, а потом также дружно забыли тему банка Варбург. Налицо вот эта вот связь коррупционная между бургомистром Гамбурга и этим банком. Тем не менее, когда вот этот скандал разразился, когда была созвана парламентская комиссия, Шольц просто сослался на какую-то частичную амнезию. То есть он сказал, я не помню. То есть не помню, встречался ли, не помню, о чем была речь, и все. И процесс этот просто замяли. И сразу после скандальной истории с Варбургбанком в 2018 году Олаф Шольц отправился на повышение из Гамбурга прямиком в Берлин, где занял пост министра финансов, хотя по образованию он юрист. А в 2021-м, уходя с поста канцлера Ангела Меркель, представила Олафа Шольца как своего преемника и передала ему полномочия. Совершив при обычных обстоятельствах нечто подобное вы или я, мы бы оказались в тюрьме. Однако, очевидно, правила игры меняются, если в нее вступает канцлер Германии. Могло ли это разрушить его карьеру? Однозначно. Но не разрушило. Вот так это устроено. Самой показательной, по мнению экспертов, стала реакция Олафа Шольца на подрыв газопроводов в Северный поток, которые снабжали Германию дешевым российским газом и обеспечивали конкурентноспособность немецкой экономики. Когда в феврале 2023 года известный американский журналист Сеймур Хёрш обвинил власти США в подрыве северных потоков и утверждал, что о планирующейся диверсии Шольц как минимум знал, а, скорее всего, согласился, канцлер Германии попросил немцев меньше принимать горячий душ. Это были либо США, либо по поручению США, британцы. Одно из двух. Но, конечно, нужно представлять себе последствия. Если это будет публично, что два партнера НАТО атаковали критическую инфраструктуру Германии, это военный акт. Нет ни одной страны в мире, которой бы это понравилось, кроме Германии. С таким канцлером, который абсолютно бесхребетный. Экономика Германии, локомотивы Европы сполна ощутила на себе последствия, в том числе отказа от российского газа. С начала 2022 года в Германии обанкротились 760 компаний, в три раза больше, чем годом раньше. Крупные промышленные предприятия бегут в Китае и США к источнику более дешевых энергоресурсов. Инфляция в стране достигла 10% впервые с послевоенных 50-х годов. Люди приходят в магазины и не узнают те цены, к которым они привыкли за годы. И да, естественно, цены на электроэнергию, на газ, в первую очередь на газ. А газовым отоплением пользуются порядка 30 миллионов домохозяйств в Германии, то есть огромное-огромное количество. И сейчас эти люди столкнулись с серьезными проблемами. А что же канцлер Шольц? Он снова сделал вид, что ничего особенного не произошло, хотя в юности славился своей принципиальной позицией. Снимок, который я вам сейчас покажу, уникален. 1983 год. Митинг против размещения в стране американского оружия. В этом кудрявом юноше не сразу можно узнать канцлера Олафа Шольца. Тогда он был лидером Союза молодых членов ХДС и выступал за выход Германии из НАТО. Но что через 40 лет заставило канцлера отказаться от прежних взглядов? Делали только во взрослении и отказе от юношеского максимализма? Или причина смены ориентировок вот в этом сенсационном документе? Немецким репортерам удалось найти доказательства существования так называемого канцлер-акта или тайного государственного договора о 21 мая 1949 года, который каждый канцлер якобы подписывает еще до принесения присяги. Документ оговаривает владение союзниками золотым запасом страны и всеми немецкими средствами массовой информации. Срок действия до 2099 года. Но если это так, можно ли говорить о независимости Германии? О суверенитете не только Германии, но и других стран Европы можно забыть и по другой причине. В небольшой Британии 8 американских баз, на немецкой территории 40. А в 2022 году местом для Центра по координации поставок военной помощи Украине Пентагон выбрал именно немецкий Штутгарт. Все военные и воздушные силы Германии находятся в международном управлении. Сами по себе ВВС Германии вообще не боеспособны. Я был на сессии парламентской ассамблеи НАТО. Со стороны немецкой делегации не исходило никакого желания принимать собственные решения. Все постоянно оборачиваются на США. Но почему лидеры Европы, как хорошо спятые хористы с гимнами во славу США в репертуаре? Американское военное присутствие в Европе, конечно, мощный аргумент. Но есть же в Европе серьезные игроки с большими деньгами. Ведь те же Ротшильды и Варбурги, европейские финансисты, уже нет. Они лишь начинали в Европе, но давно перебрались за океан, основав транснациональные компании. Пол Варбург был одним из отцов-основателей Федерального резерва США. Суды, прокуратуры и даже президента – это все декорации. Как цинично, но верно говорил Ротшильд. Дайте мне возможность печатать деньги, и мне плевать, кто и какие законы пишет. Они защищают интересы неграждан соответствующих государств. Они проводят в жизнь политику тех, кто их поставил на эти позиции. Так кто же они? Те, кто могут приводить к власти президентов, премьеров и канцлеров, и потом диктовать им любые условия. Пролить свет мог бы список главных акционеров Федеральной резервной системы США. В 2011 году Рон Пол, который тогда был конгрессменом США, выступил с инициативой провести аудит Федрезерва, первый за почти 100 лет. Результаты поразили. Оказалось, что Центральный банк США просто так напечатал и раздал превышающие ВВП 16 триллионов долларов крупнейшим банкам и финансовым конгломератам мира. Кому именно? Во-первых, это значит Vanguard, инвестиционный фонд, BlackRock, Fidelity и State Street. Это знание только открывает, что вот есть некая вертикаль, есть некая вертикаль. Фактически банками Уолл-стрит управляют вот эти самые четыре института. Дальше уже непроглядная тьма. Каким образом добиваются послушания от политиков Старого Света? Почему создание Евросоюза стало началом конца независимости Европы? И что скрывают увесистые папки с компроматом? Ответы прямо сейчас. Но есть кое-что общее, что объединяет и Шольца, и Макрона, и Сунака, и десятки других политиков. Стоит им отклониться от трансатлантического курса и задуматься об интересах граждан собственных стран. Как тут же из шкафов начинают выпадать все старые скелеты. Когда Олаф Шольц медлил и не хотел отправлять оружие на Украину, всплыли новые подробности его участия в коррупционной схеме по отмыванию денег банком Варбургов. А в начале июля, через несколько дней после заявления Шольца, что Германия не может помогать Киеву, так же интенсивно, как США, в прессе появились статьи об участии канцлера, в прошедшей аж 1 июня так называемой «вечеринке изнасилования», где от подмешанных наркотиков якобы пострадали 8 женщин. В последнее время, когда он последние попытки оказывал сопротивление в вопросе поставок танков, то есть он не хотел оказаться один на один с Россией, до последнего сопротивлялся, в итоге его так же нагнули, в итоге немецкие танки были поставлены, из запасов кундесвера. Тот же шаблон сработал и зимой 2022-го, когда Макрон заявил, что система безопасности в Европе должна включать в себя гарантии для России. Президенту Франции тут же припомнили и лоббирование интересов американской компании Uber, и незаконное финансирование его партии американской компании McKinsey в 2017-м. Так как же работает проамериканская кузница политических кадров? Как европейских политиков сажают на крючок? Я понял, что есть две основные схемы. Перспективных молодых людей, чаще всего студентов престижных университетов, получающих гранты от Газдепа, находят представителей финансовых империй, оценивают их сговорчивость, таланты и амбициозность. А на смотринах в школах лидерства, на форумах в Давосе или тайных встречах бильдербергского клуба представители транснациональных корпораций делают предложение кандидату. Если тот его принимает, получает всестороннюю поддержку и попадает в зависимость. И второй крючок – это компромат. На каждого, кого богатый и могущественный привели к власти, есть черное досье, которое делает протеже абсолютно управляемым. Если вдруг он заортачится и решит действовать не по инструкции, в прессу сливают дозу компромата. И судя по собранным мною данным, обе эти схемы работают часто и эффективно. Людей, которых продвинули, но на них тоже есть компромат, потому что их ставят в такую ситуацию, когда, так сказать, либо ты делаешь этот шаг, либо нет. И людей без компромата наверху не бывает. Просто не бывает. Но, пожалуй, самый простой и эффективный ход для лишения суверенитета стран Европы был сделан 1 ноября 1993 года, когда появился Евросоюз. 27 входящих в ЕС государств добровольно отказались от независимой судебной системы, своей экономики и армии. Теперь все решения принимают Евросовет, Еврокомиссия, Европейский Центральный Банк и Европарламент. А страны вынуждены им подчиниться. Управлять одним влияющим на все страны сразу чиновникам гораздо проще, чем тратить время и усилия на уговаривание лидера, каждый из них. Если у вас есть, допустим, 30 стран, которыми бы вы хотели манипулировать и которые нужно контролировать, то намного легче управлять ими как единым целым. Евросоюз и стал этим единым целым. В этом и был план США по созданию Евросоюза. Это контроль над Европой, которая стала колонией, ни больше, ни меньше. К тому же можно просто назначить нужного человека. В отличие от президента и глав правительств, которые вынуждены лавировать между чаяниями народа и требованиями тех, кто привел их к власти. Глав ЕС не избирают всенародным голосованием, а назначают. Сейчас этот пост занимает Урсула фон дер Лайн. Откуда вообще взялась гинеколог по образованию на посту руководителя Европы? Четыре года Урсула фон дер Лайн жила в Америке, где ее муж преподавал в Стэнфордском университете. Она успела поработать и министром труда, и социальных вопросов, и министром обороны. И всюду ее преследовали скандалы. В 2019 году, когда фон дер Лайн была министром обороны, депутатское расследование показало, что миллионы евро были необоснованно потрачены вундесферам на внешних консультантов, в том числе перечислены американской фирме МакКинзи. После вот этого коррупционного скандала она оказалась в главе Еврокомиссии. То есть, на самом деле, здесь это никому не вредит. И вот политическая элита, они, собственно, совершенно открыто занимаются вот этими дональными схемами. Они делают дальше карьеру. И это не единственный скандал, в котором оказалась замешана глава ЕС. В разгар пандемии коронавируса в 2020-м она подписала контракт с американским концерном Pfizer на закупку вакцин. Позже выяснилось, Евросоюз переплатил 6,5 миллиардов евро. И совпадение ли это, что американская биотехнологическая компания «Ардженесис», где супруг фондерляйн служил медицинским директором, активно сотрудничала именно с Pfizer? В 2021 году «Ардженесис» сообщила о росте доходов сразу на 364%. Но и это не стоило фондерляйн кресла главы Евросоюза. И не может ли этот компромат так надежно держать главу ЕС на крючке, что думать, как надавить на лидеров европейских стран, для США уже не проблема? Европу приговорили, Европу будут превращать в полупериферию. Если Европа раньше вместе с Америкой была ядром, то теперь она будет в полупериферии. Сейчас уже не секрет, что Россия тоже не избежала этой участия. Отправляла помпезные делегации в Давос, а в 90-е впустила в правительство в качестве советников и сотрудников агентов ЦРУ. Этот факт признан официально. С тех пор пришлось многое сломать и многое изменить удалось, в том числе анализируя стратегию и схемы, которые привели к власти западных лидеров. В конце концов, каждый становится перед выбором стать успешной, но управляемой марионеткой или предпочесть тяжелый путь к независимости. Мне кажется, что Россия свой выбор сделала.